Спасибо. Я остановлюсь на вопросе, на теме отражения образа Муравьева в русских полковых историях. Полковая история – это книга, которая описывает историю определенного полка. До революции это был стандартный вариант. История полка начиналась с момента его основания и заканчивалась временем, когда история была написана. Обычно полковые истории писали или обновлялись под юбилеи полков. Иногда считалось, что надо написать, поэтому начинали писать. У некоторых полков полковые истории 3-4 раза перезадавались за весь XIX век, потому что дополнялись новые сведения, новые войны были. И вот в полковых историях описывается в основном история полка. Сражения, командиры, битвы какие-то, что очень хорошо и благородно. Часто пишут пофамильно погибших солдат, но только офицеров, поэтому можно установить многие личности погибших именно по этим полкам. И помимо того, естественно, описывается исторический антураж. То есть, что было в период такого-то боя, такой-то войны, ситуация социальная, экономическая. И описываются некоторые личности, то есть такие значимые личности, которые в этот период, в этой ситуации принимали участие. Вот для полков, которые в северо-западном крае подавляли восстание, такой личностью стал Муравьев. То есть, он описывается не только как просто персонаж истории тогдашней, но и в некоторых случаях говорится о его человеческих характеристиках, профессиональных характеристиках. Цитируются его высказывания, которые он как раз давал напуствие полковым офицерам, напуствие солдатам. То есть, это то, что нельзя найти ни в письмах, ни в воспоминаниях каких-то. Это вот как бы такие частные разговоры, скажем, генерал-губернатора и офицеров определенного полка. Ну и плюс в этом отношении у офицеров были воспоминания, то есть, кое-какие воспоминания просто в эти полковые истории входили. Полковые истории это были книжки разного формата, то есть, для солдат выпускали историю полка, знакомство с полком. То есть, перечень битв, перечень войн, где полк участвовал, какие-то награды, командиры, ну и все. То есть, это была такая брошюрка. Вот, а были достаточно серьезные полковые истории, многотомные. Допустим, в Гвардии фемиллянский полк 4 тома выпустил истории. Вот там была серьезная научная работа. То есть, с научно-справочным аппаратом, со ссылками, ссылки на литературу тогдашнюю историческую, на воспоминания, на письма, на приказы, работа в архивах и так далее. То есть, это было серьезное исследование. Опять же, не все полковые истории вот такие серьезные. Но гвардейские истории, естественно, более серьезные. То есть, у них и денег побольше было, и возможностей. И в этом отношении полковая история, вот как такой массовый источник, очень полезна иногда для того, чтобы понять, каким образом тот либоной персонаж рассматривался с точки зрения русской армии. То есть, именно солдат, но в основном офицеров, потому что именно они занимались написанием полковых историй. И если мы говорим о Муравьеве, как о персонаже, то в некоторых историях просто упоминается информация о Муравьеве. То есть, допустим, старый Ингермаланский полк, потом получил номер 9 в русской армии, там просто пишут, что в такое-то время генерал-губернатором Вильно стал Муравьев. То есть, и все. Это просто информация. Она, кстати, не всегда бывает корректно. Там путают, допустим, генерал-губернатор, то есть, должности путают. Ну, в принципе, можем просто понять какую-то информацию. В некоторых случаях полковые истории полков, участвующих в подавлении восстания, вообще про Муравьевы не упоминают. Но обычно это полки, которые на периферии служили. Чем ближе полк стоял к Вильно, тем, естественно, больше шансов было офицера столкнуться с Муравьевым и какие-то получить информацию, вот, собственно, личного характера о нем. То есть, полки, которые, допустим, подавляли восстание где-нибудь в районе Бреста современного, у них, ну, хорошо, если упомянуто будет, что Муравьев такой-то циркуляр издал, по которому они начали действовать, или то, что он стал генерал-губернатором. Ну, и, естественно, в Вильно стояли, в основном, гвардейские полки, вот, вторая гвардейская дивизия. Поэтому больше всего воспоминаний осталось в лей-гвардии финляндском полку и в лей-гвардии павловском полку, то есть, те, которые работали в районе Вильно, на территории, вот, современной Белоруссии, граничащей с Литвой, и на территории современной Литвы. То есть, как вот, это, в основном, место было их боевых действий. В одном из полков, 101-м, пехотном, пермском, есть даже биография Муравьева, ну, тут, в принципе, понятно, почему. 9-го июня по старому стилю, июля по старому стилю, 63-го года, Муравьев стал шефом полка. То есть, это, естественно, событие произошло, вот, как раз, в Вильно, и полк поместил краткую биографию Муравьеву. Вот, самое интересное, биография шефа своего, ну, не сказать, чтобы она такая была по нигерикам, то есть, в принципе, это краткое описание век жизненный Муравьева, причем, скажем, допустим, в этой же биографии, ну, вроде как, шеф, самый главный начальник, было указано, что в детстве Муравьеву не все науки давались легко, то есть, некоторый вот с трудом, в принципе, осваивал. Было упомянуто то, что Муравьев был заподозлен в декабрийском движении, и даже по этому поводу арестован, правда, потом отпущен за отсутствие этого преступления. Вот, то есть, как бы, все эти вещи перечислялись, то есть, как бы, биография была не идеализирована. Чаще всего, то есть, про Муравьева вспоминают в связи с первым его приказом. То есть, 1 мая он был назначен, генерал-губернатором 14 мая приехал в Вильно. Ну, вот этот большой затор времени, почему произошел? Потому что в эти две недели Муравьев просто подыскивал себе коллег по работе будущей. То есть, он пытался в Петербурге договориться со своими знакомыми чиновниками, которые он считал полезными для работы в северо-западном крае. И поэтому даже просил сам императора отсрочить немножко отъезд, чтобы он успел просто собрать команду. И вот первый приказ, который был защитным Муравьевым, он тетируется несколькими сразу полковыми историями. Ну, тут почему? Потому что приказ этот, по большому счету, изначально он был в декларации. То есть, там не было прописано каких-то функций или каких-то ступенек, как мы будем действовать. Это было такое обещание, что ли, К смутам и мятежу, возникшим в здешнем крае, необходимо положить предел. Обращаемся к храбрым войскам, над которыми принимаю начальство, уверенный, что с помощью Божьей дружными усилиями нашими дерзкие крамольники скоро понятут заслуженную имя кару. А порядок и спокойствие восстановятся в обверенном мне крае. Значит, приказ, вот, конечно, цель описывал, но не давал методику и всякие такие вот вещи. Вот почему приказ, видимо, появился сразу в нескольких историях полковых? Ну, скорее всего, приказ не разошелся с реальностью. То есть, Муравьев обещал покарать повстанцев, но это сделал. И поэтому, как бы, тут полковые истории, если их читать по факту боев, событий, всевозможных, то есть они просто подтверждают, что приказ поисполнялся. Военные, в принципе, восприняли назначение Муравьева очень и очень положительно. Как записали в эксперименте партии Финлянского полка, в высшем управлении северо-западного края произошла важная перемена. То есть, вот именно назначение Муравьева посчитали очень важной переменой и потом, как казалось, не ошиблись. Некоторые офицеры, ну, как минимум один офицер, который участвовал в подавлении восстания, был знаком с Муравьевым еще до того, как Муравьев появился в Бинна. Это был подполковник Лейберди Павловского полка Тимофеев. Дело в том, что вот за участие в боях с повстанцами он был из штаба капитана, который произведен в подполковнике и стал фрикель-адъютантом Александра Второго. То есть, на момент назначения Муравьева он был в Петербурге. И он присутствовал как раз перед этим назначением. Александр Второй познакомил Муравьева с Тимофеевым и Муравьев сказал в отношении Тимофеева, вот человек, который будет тебе полезен. Вот, ну, Тимофеев на самом деле человеком оказался полезным по причине того, что у него вот был опыт уже участия в боев с повстанцами. То есть, он уже мог практически какие-то моменты рассказать. Практически в каждой истории отмечается эффективность мер, которые принял Муравьев. Ну, допустим, к 5-й Донской казачий полк, история его пишет, в начале июня месяца появилась инструкция нового Вилинского генерала-губернатора. Значит, это инструкция по устройству военно-гражданского управления. После инструкции, вот опять же, если цитировать эту историю, мятеж стал необыкновенно быстро утихать, и, наконец, в Биремском округе войска уже имели дело только с теми партиями повстанцев, которые переходили из царства польского. Инструкции Муравьева, местные отряды и самая мысль о их организации были разбиты. То есть, ну, на самом деле, прослеживается и по повстанческим воспоминаниям, что к июлю-августу 63-го года отряды, вот, боеспособные повстанчески, это были отряды, которые переходили из царства польского. На местном уровне уже отряды, попытки сформировать, они, в принципе, заканчивались неудачами. Другая история, допустим, в Биремском округе просто так пишет конкретно. Муравьев начал действовать сразу весьма энергично. А дальше, как расшифровывает, решительность и энергия генерала Муравьева весьма внушительно подействовала на мятежников, особенно на их главных руководителей ксензов. Это вот к вопросу по поводу того, как Муравьев к ним относился. Которые сразу почистили на себе строго карающую руку нового генерала-губернатора. И дальше расписано, что войскам Муравьев давал достаточно четкие инструкции, но достаточно жесткие инструкции. То есть, там было, по большому счету, ясно, что делать. Ну, допустим, вот фразы из муравьевских приказов. Взять самые деятельные и энергичные меры для рассеяния и окончательного скрепления шайки. Предписываю вам непременно достичь, рассеять и совершенно уничтожить шайку. Не возвращаться до толи, пока это поручение не будет вами исполнено. Ну и так далее. То есть, как бы, достаточно четко было прописано эти все вещи. После, вот, принятых в муравьевых мер, простые люди перестали бояться общаться с войсками. То есть, они уже, как бы, не были такими запуганными крестьянами, которые боялись, что повстанцы в любой момент могут из леса выйти, никто их не спасет. Вот такая резкая перемена, причем, вот, именно армейские офицеры, которые, в принципе, общались с местным населением, пишут, что резкая перемена в настроении населения. То есть, оно просто перестало бояться вдруг. Вот такая резкая перемена связана именно с действиями, с приходом власти в Велинском округе нового генерала-губернатора. Значит, Муравьев требовал, чтобы войска были в постоянном движении, не делая даром больших переходов. По пути отряды должны были рассматривать деревни, местечки, и учреждать в них земскую стражу. И вот стата из Муравьева приводится. Муравьев в данном случае в Леггарде Павловскому полку это говорил. Надо было, чтобы при этом, то есть, вот, при этих передвижениях, жители постоянно видели войска и в них свою защиту. Если отряды не преследовали повстанцев, они выполняли еще одну функцию. Они сопровождали муравьевских чиновников, которые зачитывали приказ генерал-губернатора об устройстве земской стражи, организации администрации деревень, о мерах, которые должны были предприниматься против мятежников. В общем, этот приказ настолько эффективный оказался, что, как пишет одна из полковых историй, даже ксензы стали сообщать русским отрядам о перемещении повстанцев. То есть эффект был очень серьезный. Вот попали там за начало июня месяца, по большому счету. 11 июня муравьев выпустил циркуляр, уже обращен к войскам, не заводить пустую перестрелку, дожидаясь, пока повстанцы не выдержат и сами отступят, даже не преследуя их, а действовать решительно, чтобы повстанцы не могли опять собраться. И, как написал муравьев, чтобы они не продолжали безнаказанно свои грабежи и бесчинства. Тех офицеров, которые, в принципе, не выполняли рекомендацию муравьев, жестко остранял от командования. Значит, дело было в том, что повстанцы часто договаривались о месте сбора. То есть, если вдруг они как-то рассеются, войска рассеются, в тумане потеряются и так далее, то есть были назначены точки, где повстанцы собирались. И вот войска, если они хотели связываться с повстанцами, они просто начинали перестрелку, повстанцы, естественно, не выдерживали и разбегались. Вот их не преследовали, особенно там, если дело в ночь было. И повстанцы через несколько часов благополучно собирались опять в каком-то другом месте, недалеко. Вот муравьев четко это понимал, поэтому он приказывал именно не сводить пустых перестрелок, а сразу же преследовать повстанцев, то есть не давать им собраться в одной точке, рассеивать настолько, чтобы не все к этой точке вышли. Ну, кстати, этот эффект потом, опять же, если судить по повстанческим воспоминаниям, он давал какие-то итоги. Часть повстанцев на самом деле просто заблуждалась в лесу настолько, что приходили в какие-то деревни, где их крестьяне арестовывали. Те, кто не хотел воевать, вообще убегали, то есть не нашли места сбора и все вернулись домой. Ну и крестьян это спасало очень здорово от того, чтобы они продолжали воевать в отрядах, потому что крестьяне в подавляющем большинстве просто попадали туда насильно. Муравьев требовал назначать командирами отрядов армейских людей более надежных, которые должны решительно действовать для разбития шаек и присоединиться к капитанам, неотступным на стоящие для совершенного рассеивания и уничтожения. И Муравьев возложил эффективность разгона шаек на конкретно командирователь отрядов. То есть он им давал определенную свободу действий, но эта свобода действий должна была гарантировать то, что если повстанцы разбиты, то они точно разбиты. Как пример, вот Синец Москевич, у него там раз в шесть отряд разбивали, то есть пока полностью не поймали. Ну и уже в конце могу процитировать еще одну стату Муравьева, когда он обращался к лейбарде Семеновскому полку. Он действительно четко показал, кто в крае, на кого стоит опираться, на кого нет. Значит, наша задача уничтожить пестиж террора. Виноваты не крестьяне, а помещики. Из последних невиновных нет. Все мятежники ей помогали мятежу. Значит, Муравьев требовал почтять крестьян. И требовал восстановить ваше множество власть, и приниженное крестьянское население тогда поднимет голову. То есть не бойтесь ошибки, помещиков правых нет. Тут четко вариант того, что крестьяне – это те, кто поддерживает власть, поэтому им нужно относиться максимально реально помещики, те, кто не поддерживает, поэтому максимально жестко. Ну и еще один момент – это уже конец муравьевского генерал-губернаторства. Известно, что Муравьев построил, вернее, заложил часовню, которая была разрушена в 1818 году, где были списки солдат погибших. Солдаты были очень благодарны ему за это, что он помнил. И тут стоит процедировать генерала Ганецкого, это командиры гвардии феннерского полка. Он просто хорошо был знаком с Муравьевым. И вот что он писал. На самом деле, да, Муравьев в северо-западном крае был одним из немногих, кто понимал, что происходит. То есть основная масса чиновников российских не понимала. Понимали, это военные, которые участвуют в преподавлении в основе, потому что они знали, что это такое, они там были. Вот понимал-то Муравьев еще из Петербурга, потому что в 30-м году он тоже здесь был. И Муравьев говорил, когда ему говорили про Европу, что он не запользовался о том, что скажет Европа, а говорил, у меня император и Россия. То есть таким образом Муравьев выполнял функции нормального государственного чиновника, военачальника. И в историях полковых Муравьев остался именно как очень хороший руководитель, командующий вооруженными силами северо-западного края. И таким образом в полковых историях очень высоко оценивается его роль. Особенно в сравнении с генералом Назимовым, который там немножко даже упоминание есть. Спасибо за внимание. Спасибо.